День Города Выписал штрафы за неправильную утилизацию медицинских отходов Парковаться негде, в регионе ни один объект программы «Доступная парковка» не введен в эксплуатацию Поврежден культурный слой, строительные работы в соборном парке нанесли вред архитектурному наследию Стали известны новые подробности происшествия на железной дороге 41-летняя женщина получила удар током, когда пыталась забраться на крышу поезда Девушку доставили в реанимацию, у нее ожоги второй и третьей степени тяжести Тему продолжит Валерий Седов По сообщению транспортной полиции, ради эффектной фотографии, иначе говоря, селфи 41-летняя женщина залезла на крышу стоявшего грузового вагона В результате такой фотосессии она получила удар электрическим током напряжением 3000 вольт Как итог, ожог 50% тела второй и третьей степени тяжести Сейчас за жизнь женщины борются врачи По факту происшествия сотрудники транспортной полиции проводят проверку Как отметили в ведомстве, такой случай не первый Происходит подобное ежегодно, притом по несколько раз за год, чаще всего в Рыбном и Ряжске, где железнодорожные пути находятся прямо в центре города И жертве таких происшествий всегда дети Они забираются на стоящие вагоны и случайно касаются провода, который присоединен к контактной сети Первичная травма – удар током, вторичная – падение с вагона и в большинстве своем перелом Все вагоны, стоящие на путях под контактным проводом, уже являются зоной повышенной опасности И подниматься на крышу вагона – это заранее обрекать себя на получение травмы Приказом Министерства транспорта России от 2007 года утверждены правила нахождения граждан и размещения объектов в зоне повышенной опасности Согласно ему, сопрещается подниматься на крыши подвижного железнодорожного состава Уважаемые жители Рязанской области, старайтесь держаться на значительном расстоянии от стоящих вагонов Будьте внимательны и осторожны, берегите свою жизнь Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Крупные штрафы придется заплатить больницам и поликлиникам, нарушившим правила по сортировке и утилизации медицинских отходов Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверки в областном центре Предварительные итоги знает Дина Исляева Шприцы не разобраны Не разобраны Поршни шприцы Имеются следы бурого цвета, похожие на кровь Это одно из типичных нарушений Медотходы, иглы и шприцы должны быть обезврежены после использования И отправлены на временное хранение до дальнейшей утилизации Одно из медучреждений нарушило закон Отходы хранились на площадке, которая находится недалеко от жилых домов И на нее не закрыт доступ Медицинские отходы без какой-либо сортировки на классы Размещены навалом на земельном участке Кроме того, транспорт, который предназначен для транспортировки медицинских отходов Не оборудован в соответствии с требованиями, предъявлениями, санитарными правилами и нормами По обращению с медицинскими отходами Имеется свободный доступ граждан и животных К размещенным на площадке медицинским отходам Сейчас дается правовая оценка действиям ответственных лиц И решается вопрос о привлечении их к ответственности За нарушение правил обращения с медицинскими отходами Кодексом Российской Федерации об инициативных правонарушениях Предусмотрена административная ответственность статья 8.2 Размер травмных станций, которых составляет на юридических лиц от 100 тысяч рублей Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Ни одна из 123 площадок в рамках проекта «Доступная парковка» не введена в эксплуатацию Как пояснили чиновники, подрядчики не уложились в сроки Создать парковочные места во дворах и около социальных объектов должны были к 10 сентября Подробности далее Парковку около дома номер 40, корпус 1 на улице Новоселов начали делать еще летом За несколько месяцев здесь вырезали площадку под нее Побрали грунт и засыпали щебенкой О качестве работ можно судить невооруженным глазом Бетон осыпается, бордюрный камень установлен неровно Рядом возвышается гора строительного мусора Когда парковку заасфальтируют, непонятно Автолюбители заезжают на нее уже сейчас Говорят, это лучше, чем оставлять машину на газоне Вообще никуда не годится Дворы маленькие, непредусмотренное строительство Раньше было, как ведь, проезд только скорой помощи до пожарной машины Машин столько не было, а дома построены 30 лет назад Поэтому и... А сейчас расширять никто ничего никак не хочет Можем, есть возможность в некоторых местах расширить, там, парковочку сделать Делать, а в новых домах то ведь А у старых домов ничего не делают Аналогичная ситуация около дома номер 50 на улице Новоселов Здесь строительные работы ограничились первой стадией с резом грунта Хотя по планам уже должна быть оборудованная парковка Там говорили, что трубу меняли Вот, а потом вроде бы дело перешло в парковку Не знаю, но так все осталось Это уже, наверное, все лето лежит вот эта вот куча-то Эти дворы вошли в программу «Доступная парковка» В июле на ее реализацию было выделено более 23 миллионов рублей Городские власти заключили контракт с четырьмя подрядчиками По нему во дворах и около социальных объектов должны были создать 123 парковки Рассчитанные на различное количество машиномест от 4 до 30 Срок окончания работ очень конкретный – 10 сентября Уже начиная с конца сентября начали поступать жалобы, что работы не выполнены в срок Где-то не начинались вообще, где-то, что называется, все разрыли Бросили, оставили, ушли на другие объекты и прочее, прочее, прочее Также, как нам удалось узнать из открытых источников На сегодняшний день ни одна из 123 парковок, которые были намечены, не принята официально То есть ни на одном объекте работы не закончены на 100% В ходе выборочного рейда информация подтвердилась На ряде объектов мы обнаружили только ямы, заготовки, подпарковочные места Общественники направили обращение в региональную прокуратуру и городскую администрацию С просьбой не допустить сыровостроительства парковок во дворах Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Резкий рост цен на бензин прогнозируют специалисты счетной палаты Эти данные они отразили в заключении о проекте бюджета на 2019 и 2021 года Рост связывают с повышением акцизов на топливо с 1 января В документе подчеркивается, что потребуется принятие дополнительных компенсационных и сдерживающих мер Плановые тактические учения проходят в областном перинатальном центре Задействованы пять экипажей сотрудников МЧС В результате условного пожара проведена эвакуация Пациенты, новорожденные и медперсонал доставлены в ближайшие больницы Практическую часть отработали уже к полудню Затем напомнили сотрудникам центра об основных теоретических моментах Повреждены объекты культурного и археологического наследия Рязани Разрушения обнаружены на территории соборного парка во время строительных работ Площадь повреждения составила 240 квадратных метров На месте побывал Валерий Седов На архивной фотографии губернского города Рязани мы с вами видим Ильинскую церковь Соборную колокольку и место, где мы с вами сейчас располагаемся И вот для сравнения, как он выглядит сейчас Ранее на архивной фотографии не было ни одного капитального строения То есть культурный слой на этой территории можно признать очень хорошо сохранившимся Из-за отсутствия строительства И, к сожалению, сейчас он подлежит благоустройству вместе с его уничтожением Строительство второй детской площадки началось в конце прошлой недели, 11-12 октября С этой территории вывезли почти 100 кубометров исторического грунта По словам археологов, на этой земле можно было сделать множество открытий Эта территория 16-17 веков входила в состав так называемого острога То есть крепости Переславля Рязанского Здесь располагались жилые усадьбы Заселение данной территории, как мы смогли установить По результатам ранее проведенных работ археологических на этой территории Началось еще в древнерусское время Соответственно, культурный слой именно этой территории Насыщен археологическими источниками со времен Средневековья и до нового времени Теперь в куче земли можно найти остатки археологических предметов Таких как фрагменты белокаменных кладок и осколки глиняной посуды 17-19 веков Предположительно, на этом месте раньше стояло либо здание Гаупфуахты, построенное в 1856 году Либо здание, которое построено в 18 веке Сейчас его занимает один из современных магазинов Василий Конов уточнил, что это всего лишь теории Подтвердить или опровергнуть их могли как раз проведенные здесь археологические исследования Теперь эта информация канула в лету Исторический грунт перемешан, свален в отвал и частично вывезен в неизвестном направлении Искать остальные фрагменты не имеет смысла А такие исследования могли принести свои плоды Территория самого Кремлевского плато, где стоит архитектурный ансамбль Исследована в течение нескольких десятилетий Даже, наверное, в течение, можно считать, сотни лет Но не всей площади А территория, которая прилегает к Кремлевскому плато, где мы сейчас с вами находимся Исследована, конечно, намного хуже Потому что в основном внимание исследователей привлекал самый центр, само историческое ядро Работы ведутся на протяжении нескольких дней В настоящий момент провести какие-либо исследования невозможно Василий Конов сообщил, что эти ремонтные работы проводятся без предварительного согласования 15 октября на место проведения работ археолог вызвал сотрудников правоохранительных органов Прибывший отряд Росгвардии совместно с участковым зафиксировал все выявленные нарушения Стоит также отметить, что рядом со строящейся детской площадкой находится и новая Построили ее в конце августа, начале сентября На ней ежедневно играют дети Прямо при входе в главный исторический памятник города Кремль, историческое место, архитектурный памятник города Вот как вы считаете, детская площадка здесь, это правильно или нет? Да, конечно, правильно Дети должны здесь играть, тоже им отдыхать же надо дать Чем больше площадок, тем лучше А почему именно в Кремле? Ну, где в Рязань будешь сходить-то? Приходится в Кремль идти Я считаю, что здесь она неуместна, потому что здесь дорога И это очень неприятно Могли бы я куда-нибудь в тихое место, где детям не надо было бы дышать там выхлопными газами Ну, а то, что она находится в историческом центре Наверное, лучше было бы в детский парк перенести куда-нибудь Потому что я знаю, что вот в парке Юнатов, в нашем парке, там в ужасном состоянии площадки Можно было бы там ее поставить Культурный слой данной территории входит в границы даже не одного, а двух объектов культурного наследия Достопримечательное место, древний город Переславль-Рязанский и его оборонительные и архитектурные сооружения 17-19 веков имеют статус федерального значения То есть на этой земле, историко-культурного назначения, земляные работы должны проводиться Исключительно по согласованию с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области Права уничтожать культурный слой в процессе проведения земляных работ нет ни у кого Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Пластиковая посуда может стать вне закона С такой инициативой выступил Евросоюз Полный запрет использования стаканчиков, вилок и тарелок из этого материала могут ввести к 2021 году О том, какой вред экологии наносит пластик и как рязанцы его утилизируют, расскажет Мария Рудая Проблема экологии является глобальной и повсеместной для современности Тема эта крайне многогранна И пластик только часть огромного вопроса загрязнения окружающей среды Конечно, главным звеном всей цепи является человек 25 апреля мы совместно с природоохранной прокуратурой отправились в рейд по Оке В это время разлив немного отступил, осушив берега, обнажив горы мусора Пластиковые бутылки, посуда и пакеты Это лишь то немногое, что попало в объектив нашей камеры Оказалось бы, с детства каждый знает, мусор за собой надо убирать О том, что пластик прочно вошел в нашу жизнь, понятно всем Мы решили узнать, как рязанцы утилизируют пластиковую посуду, пакеты и другие предметы обихода А теперь все пользуются пластиками, я пользуюсь пластиками А как вы его утилизируете? Куда вы его деваете? Как и все в мусорку общую А вы знаете, что он очень токсичен? Я это все знаю Но я же его не съем, девать его никуда Если будет раздельный сбор мусора, я согласен с этим Обязательно будем разделять Мусорный бачок А вы знаете, что это вредно очень для... Да, но не стоит рядом сбор мусора для пластиковой посуды Если будет, будем выбрасывать Собираем все в пакеты и в мусорный бак Действительно, даже самые сознательные горожане стали заложниками ситуации Выкидывать такой мусор некуда О раздельном сборе, хоть и говорят, давно конкретных шагов для внедрения сделано не было Хотя именно это, по мнению экологов, могло бы стать первым шагом для улучшения экологической ситуации Прямо в центре города, в библиотеке имени Горького, находится один из пунктов приема пластиковых крышек Здесь их собирают, после чего отправляют в пункт переработки и используют вторично Некоторые особо активные горожане вместо того, чтобы сдать пластиковую посуду или выкинуть Просто сжигают ее А это не менее вредно Ведь пластик – это сложное химически синтезированное вещество И при его горении в атмосферу попадают вредные вещества Хотя и процессы разложения также крайне негативно сказываются на окружающей среде Пластмасса производится из материала на основе полимера высокомолекулярных соединений Сейчас она очень распространена Много изделий в нашей жизни, которые как раз делаются из пластика Но на самом деле загрязнение – это очень большая проблема Потому что пластмасса разлагается очень долго От 100 до 200 лет А какие-то материалы могут и дольше, до 500 К слову, бумажный стаканчик или пакет разлагается значительно быстрее А ведь вред природе мы часто бессознательно наносим сами Даже не задумываясь об этом Обычный пакет из магазина не всегда является вещью первой необходимости Чаще всего мы используем полиэтиленовые пакеты для того, чтобы донести продукты из магазина до машины И из машины до дома В общей сложности мы их используем не более пяти минут, а вред экологии Наносим колоссальный Разлагается один такой пакет более 100 лет Вопрос использования и утилизации пластиковые посуды Конечно, капля в море глобальной экологической проблемы Но даже эта капля крайне негативно влияет Даже на мировой океан и его обитателей Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Ядь, фита, десятичное «И» Они исчезли из алфавита после реформы, проведенной 100 лет назад Благодаря этому писать стало проще Однако нововведения долгое время критиковали Как используют старые буквы сейчас и кто читает книги, в которых они есть, выяснила Дина Исляева Стало понятно, что эти буквы являются архаизмом Кандидат филологических наук Елена Осипова проводит лекцию для студентов факультета иностранного языка Современные русские от того, который был 100 лет назад, отличаются не сильно А вот написание изменилось Первые попытки провести орфографическую реформу относятся к середине 18 века Уже тогда было ясно, что некоторые элементы алфавита являются архаичными Сначала попытались отменить ижицу и ер Фита в текстах встречалась редко, использовалась в основном в написании имен Но перемены так и не были приняты Все поменялось в 1918 году Эта реформа была принята неоднозначно Многие в этом видели дурной вкус или снижение уровня языка Но так бывает часто, когда что-то новое, когда происходит реформа И сначала это новое воспринимается неоднозначно Но сейчас это написание нам кажется привычным и естественным Ядь, соответственно, стала в начертании как Е и десятиричные как И Фита как Ф Это все, что нам сейчас с вами представляется очень привычным Один из примеров того, что реформа состоялась не сразу В руках у руководителя Центра редких и ценных изданий Горьковской библиотеки Ольги Гербековой Это издание Евгения Онегина вышло в 1918-м, но напечатано под реформенным правилом Это одна из последних книг, которая издавалась, используя старую русскую орфографию То есть в этой книге мы найдем и Ядь, и Ер, и Фита С книги, напечатанной старым алфабитом, началась история Рязанской Горьковки Что символично, это история русской словесности Степана Шевырева, изданная в 1846 году Она была подарена самим авторам при открытии Рязанской публичной библиотеки в 1858 году То есть она такой ровесник? Она, да, она ровесник нашей библиотеки И она ценна именно тем, что это одна из первых книг, составивших богатый фонд нашего учреждения Сейчас в фонде редкой книги Рязанской Горьковки более 15,5 тысяч экземпляров только на русском языке Издания, вышедшие начиная с 17 века по 1830 год, являются книжными памятниками Однако они, в отличие от музейных экспонатов, не пылятся на полках Любую книгу можно взять в читальном зале Однако, как отмечают у библиотеки, спрос на них небольшой Интересуются литературы, напечатанные на дореформленном русском, в основном историки и краеведы Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Посвятила себя служению искусству Выставка о жизни и творчестве выдающейся балерины Натальи Макаровой Открылась в библиотеке имени Горького В экспозиции представлены лучшие образы, воплощенные балериной с конца 50-х годов и по сей день На этих фотографиях собрана история мирового и отечественного балета Например, вот здесь – «Лебединое озеро» Далее – «Боядырка», где Наталья Макарова исполнила роль Гамзати Далее – «Сельфида» и «Новая жизнь», «Новый танец», «Новый поиск» Грация и полет – «Танец длинное в жизнь» Это про балерину Наталью Макарову Каждый выход на сцену – феерия Мировая знаменитость сама предоставила фотографии для экспозиции для личного архива Вот она с особыми царских кровей, а здесь – с великим шансонье Ивом Монтаном Была знакома и с Шарлем Азнавуром Здесь – сама жизнь, запечатленная в одно мгновение остановившегося кадра Наталья Макарова давно живет в Америке, но к своей родине любви не утратила Когда у нее спрашивают, Наталья Романовна, вы чья балерина? Американская или русская? Она говорит с гордостью Я – балерина мира Ну, хорошо, что я русская Наталья Макарова была прямой балериной Американского театра балета в Нью-Йорке Королевского балета в Лондоне Сотрудничала со многими балетными труппами мира Танцевала с Рудольфом Нуреевым, Михаилом Барышниковым, Марисом Бежаром Она стала одной из тех, кто восстановил оригинальное либретто Сергея Худякова для балета «Боя Дерка» Сцену крушения храма Сергей Николаевич Худяков, наш земляк, известен как балетоман, как либретист, как любитель балета Он написал либреток четырем балетам В том числе знаменитая и любимая всеми и ставящаяся Наталья Романовна Макарова во всем мире Поэтому наша фамилия звучит в Мадриде, в Лондоне, в Китае, в Японии, в Польше Русский балет поистине является национальным достоянием Поэтому сцены из спектаклей даже на фотографиях вызывают неподдельный интерес Русский балет значимый для нас И он невероятно популярен во всем мире И школа, балетная школа, удивительная школа России Она славится и сегодня своими примами, своими удивительными героями И среди вот таких легендарных личностей, несомненно, Наталья Макарова И в этот юбилейный год, год балета, год Мариуса Петипа, идет целая серия выставок Моя коллега, журналист Вера Юркова, в 2013 году побывала на балете «Боедерка», который поставила Наталья Макарова в Киеве А после пресс-конференции пообщалась с легендой Человеческие качества поразили ее чуть ли не больше самой постановки, признается Вера И хотя она не стала заядлым балетоманом, танец стал для нее особым видом искусства Я полюбила, искренне, мне очень понравился язык танца Когда прикоснешься сама, возникают совершенно другие ощущения и немножечко меняется представление Окунуться в мир танца может любой желающий Выставка «Священное служение балету» работает в Рязанской библиотеке имени Горького на втором этаже Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Это были все новости к этому часу Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях А я с вами прощаюсь, хорошего вечера и до встречи в эфире Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла До работы далеко, добираться нелегко Каждый день ее я жду, грустно мне бывает Потому что мамочки мне очень не хватает А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету Будет времени в запас Переезжаем в Еврокласс Это в центре, здесь все рядом Всей семьей мы очень рады Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс Строительная компания «Зеленый сад» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Еврокласс